Одна из 20 лабораторий в мире, где наблюдают за искусственными спутниками Земли, астероидами, метеоритами и в целом за открытым космосом, находится в Пет-университете Барнаула. И цель не романтическая, а предельно научная, ведь те же спутники могут быть в шаге от космического ДТП. А это крайне опасно, такие истории уже случались. Так уж получилось, что встретились два одиночества. Рабочий спутник Иридиум и нерабочий спутник серии Космос. Встретились они на орбите, в результате получилось примерно 160 тысяч осколков. Если вот такая условная космическая гайка встретится с рабочим спутником, она его прошьет насквозь. Если она его прошьет насквозь, что у нас получится с аппаратом? Он был, работал, а потом это просто хлам. Очень дорогостоящий. Недавно из-за столкновения с такими обломками один из спутников вышел из строя. В результате практически вся Восточная Сибирь и часть Дальнего Востока остались без связи. Чтобы предотвращать подобные ЧП в космосе, нужны оптические лаборатории, которые разбросаны по всему миру. Так как на орбите летает уже много чего, то нужно точно, прежде чем решать вопрос об утилизации всяких осколков, неработающих, что работающее, нужно вообще выяснить, что в действительности летает. Вот одна из задач – это как раз мониторинг орбит для того, чтобы выяснить, что там точно летает. И они выясняют с помощью высокотехнологичных телескопов, таких как Барнаульский. Более того, здесь наблюдают из-за поведения метеоритов, чтобы те нежданно не нагрянули на Землю. Но эти ученые иногда забывают про работу, подходят к телескопам и просто любуются небом, планетами и естественными спутниками Земли. Чего, впрочем, советуют всем нам. Попробуйте посмотреть в телескоп или хотя бы в бинокль на Луну. Увидите массу деталей. Вот эта масса деталей, она всем врезается в память. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.